Итак, этот день настал и вы решили забрать какой-то сегмент в Страве. Возможно, вы даже приобрели специально для этого разделочный модный шлем. Возможно, вы также долго собирали себе целенаправленно разделочный велосипед, чтобы быть самым быстрым парнем. И в этом видео я расскажу вам топ 5 секретных техник, которые помогут вам реализовать вашу мечту и забрать этот ком в Страве. Итак, на пятом месте у нас стоит ветер. Пользуйтесь метеорологическими условиями. Скачайте себе специальные приложения, в которых видна ветровая обстановка. Выберите себе какой-то линейный сегмент и подберите ветер таким образом, чтобы вам четко дул в спину. И, скорее всего, даже не обладая большой мощностью, вы сможете там проехать со средней скоростью примерно 50 км в час. На четвертом месте стоит езда по дорогам с большим трафиком. Как известно, проезжающие автомобили, в частности грузовые автомобили и фуры, создают за собой большую зону турбулентности. И велосипедист как бы едет и как бы проваливается в данную зону, и таким образом сильно увеличивается средняя скорость. Там, где вы обычно ездите 35-38 км в час, например, ставите себе лежак. Если едете, например, где-то в трафике, то можно разгоняться 45-48 км в час. А если это сплошной трафик, то даже до 50 км в час. Ничто вас не остановит перед тем, чтобы забрать комп в Страве. Третий способ забрать участок в Страве – это целенаправильно поджидать какой-то грузовой автомобиль. Возможно, это будет пожарный автомобиль, потому что они не так быстро ездят, но вам этой скорости, скорее всего, хватит. Как раз-таки примерно порядка 50-60 км в час. Вам необходимо провести рекогностировку местности и точно знать, что там курсируют грузовые автомобили. Дожидаетесь, смотрите, выезжает автомобиль, и вам нужно будет своевременно сделать спринтерское ускорение. При подъезде к вам грузовика заранее включаем мощность 1000 Вт, делаем спринтерское ускорение порядка 10 секунд. Грузовик вас обгоняет, и вы садитесь на колесо к данному грузовику и дальше едете. Ну и теперь дело за малым. Просто поддерживать частоту педалирования, чтобы вам просто хватало скоростей, чтобы вы не забалтывались, и вы сможете забрать любой ком также на прямом участке. Небольшой лайфхак. Если вам не будет хватать скорости, то необходимо заранее подготовить себе передние звезды. Возможно, вам надо будет поставить звезды на 70, на 80, может быть, на 90 зубов. Поставьте себе нормальную сковороду. Ну а вдруг фура перед вами поедет там 80, 90 или 100 км в час, и будет обидно, если вам не хватит скорости. Вы лупили себе сковороду, грузовик разгоняется, вы едете там 90 км в час, и все. И вы победитель на данном сегменте 100%. И теперь переходим к второй позиции, и здесь уже пахнет жареным. Вам необходимо будет заказать себе «Газель». Можете позвонить в специальное такси, либо какие-то компании, которые осуществляют перевозки людей, либо какого-то груза. Но суть в том, чтобы у вас был в распоряжении какой-то автомобиль типа «Газели», и вы могли бы его направлять по какой-то конкретной дороге. Если предыдущие случаи, как правило, были у нас однонаправленные, то есть нужно было ехать только в одну сторону, «Газельку» вы можете направить и туда, и обратно, и на север, и на юг, и на запад. И, в принципе, забрать практически любой ком, который находится вне рельефа. Ну и конец. Первое топовое место, и это на самом деле секретные разработки. Они рождались у нас в течение нескольких лет в нашей команде N-Team. Это были закрытые долгие разработки, и мы много там факторов старались учитывать. И здесь вам также понадобится «Газель». Итак, что делаем? Заказываем «Газель», и «Газель» у вас должна быть не простая, а должна быть с грузовым отсеком, в которую вы сможете поставить велостанок, и на этом велостанке будет стоять ваш велосипед. Ну и непосредственно вам нужно будет сесть на данный велосипед. Что делаем дальше? Запускаем «Газель» по маршруту, абсолютно любой ком, это может быть даже какой-то горный ком. Вы садитесь на станок, необходимо подключить себе пульсометр, чтобы данные также с пульса были, чтобы никто к вам не прикопался. Также необходим вам будет мощимер, чтобы мощность снималась со станка, либо, например, с мощимера, который у вас на велосипеде. Таким образом, когда вы пройдете тренировку, GPS-датчик у вас также будет считываться, будет трек, поскольку он пробивает через крышу, ну либо датчик GPS-а закрепить рядом, например, с окошком. Даете целеуказание водителю «Газельки» – все. Телеметрия пишется, пульс пишется, пульс у вас действительно будет гоночный, мощность у вас пишется, действительно какая-то там у вас мощность будет. Ну и все. А дальше регулируете скорость и смотрите, ком у вас был там 45 км в час, говоришь там «Газелисту» – давай, друг, едь 50 км в час. Если кто-то вас потом перебьет, вы всегда можете увеличить. Но если и там вам вдруг комиссия по ФТП задаст какой-то вопрос, что, друг, у тебя, наверное, там звезды-то 52 были, что-то там не складывается, вы также всегда можете сказать, что одолжили у своего кореша там звезду на 90 зубях, и поэтому вам, в принципе, скорости хватало. И проблемы у вас с этим не должно быть. Здесь на самом деле очень тонкий момент. Вас не должна ни в чем заподозрить комиссия по ВАТам и по ФТП. Поэтому в целом после заезда вы можете предоставить данные. Вот, пожалуйста, все, пульс, мощность есть, трек есть. Какие ко мне вопросы? Бабах! Ну что, друзья, всех с 1 апреля. Напишите в комментариях, кто не сразу понял, что это какой-то прикол. На самом деле, страво-сегменты популярны по всему миру, и в свое время я тоже достаточно серьезно на них погонялся. Использовал их как тренировки и до сих пор использую, в том числе в лесу, например, где нет никакого трафика и где нет никакой помощи. Поэтому в целом это весело и хорошо, но самое главное помните, что все основное будет решаться на гонке. Не важно, сколько вы забрали сегментов в страве, важно то, какое у вас будет итоговое место в протоколе в какой-то конкретной гонке. Так что занимайтесь спортом дальше, получайте кайф, не важно, где это там в страве, на улице, на сегментах. Еще раз всех с праздником, всем удачки, и надеюсь, мои советы никому не понадобятся.